Друзья, всем привет! С вами Надя. Я очень рада вас видеть у нас на канале. И сегодня я хотела бы рассказать о торнадо в Центральных Штатах. Как к ним подготовились мы, что мы делали и что вообще нужно делать. Вчера был вроде бы обычный день. Единственное, что мы заметили, это резко потеплело. То есть у нас так последнюю неделю похолодание было, да максимум плюс 16. Мы уже курточки так одевали. И тут вчера с утра было прохладно, а потом бац, и днём плюс 27 в тени. Потом как-то мы вернулись домой, вечер, суета. Завтра у всех рабочий день у меня. Ну да ладно, всем нужно подготовиться к понедельнику. И тут приходит оповещение, что никуда не уходите сегодня вечером. Обещает быть торнадо и сильная гроза. Ну мы в принципе окей, конечно мы домой выходить не будем. Торнадо я, честно говоря, восприняла, что что-то я не думала, что тут есть торнадо. То есть я слышала, что в Центральных Штатах они бывают. Но мне только говорили, что наводнения, грозы. То есть, а здесь на базе всё создано так, чтобы не было этих наводнений. Здесь построены так дома чуть-чуть на возвышенности. Очень много луна, корвов, куда будет стекать вода. Вот и вот в принципе в конце видео я покажу, как всё выглядело на утро, после сильного ливня, который был ночью. Ночью, как всё выглядит. Но сейчас не об этом. Вернёмся к вечеру. В общем пришло это оповещение. Ну в принципе занимались всем как обычно. Детей уложили спать. И тут уже сами такие думают, всё, надо идти тоже отдохнуть. Вот на беззвучном режиме мой телефон начинает издавать сирену. Довольно знакомую сирену, потому что подобная была, точнее не подобная, такая же сирена была, когда было землетрясение на Аляске и warning. То есть нас предупреждали, что может быть цунами. Я поэтому такой уже знакомый звук. Такого поп к телефону. И мне показывают, что в 9.33 вечера над нашей базой собирается пройти торнадо из Сент-Луиса. Кстати, что мы заметили, все эти грозы, в основном кито-ураганы, вот мы уже почти 5 месяцев живём, приходят со стороны Мизури. То есть не с юга, там где-то на Симе, Сисипе, да, Лузиана, не с востока, где Индиана, не с севера, а именно с запада, из Мизури. Так вот, мы с Мурадом сразу же в окно смотреть, что же там за торнадо, что вообще в окне, вот что мы увидели. Блин, сверкает. Мне пришло, что до 10... Что это за звук? Сирены здесь автоматически. По всему периметру военной базы стоят радары. И они фиксируют скорость ветра. Как мы поняли, это было 65 миль в секунду, то есть где-то 110 километров в секунду. Это очень быстро. Я такого, честно сказать, никогда не видела. И то мы... Ну, сейчас я дальше перейду, и вы поймёте. Вот. И опять-таки предупреждение. Займите безопасное место. Безопасное место. Какое оно должно быть? Мы об этом узнали только когда всё началось. Безопасное место. Это комната в доме. На самом нижнем этаже. Желательно, если у кого-то есть подвал, то подвал. Если нету, то нижний этаж. И без окон. Потому что ветер может быть сильный. Прямо сбить окна, разбить. И эти осколки могут с сильным порывом ветра в вас. Поэтому комната должна быть без окон. Желательно сидеть на полу. В общем, мы думаем, ага, это будет наша гардеробная. Там, где наши вещи. Но решили пока что смотреть просто в окно и наблюдать, что же будет. Может быть, пройдёт мимо. Не надо никуда идти. Детей же просто нужно собирать, всех относить. В общем, мы ждали, ждали. Потом мне поступает звонок. Сначала электронная почта, потом звонок. Что подтвердите, что вы ознакомились с тех... Ну, да, что вы нашли безопасное место. Нажмите один. В общем, нажала. И мы смотрим в окно. И вот, что мы увидели. Ну, короче, походу, 10-15, мы здесь с ним. Что самое интересное, нету... Блин, всё же дрожит. Нету дождя. Гремится и ветер. Да, у меня такой первый раз. Ого! Начался дождь. Реально ветер сильный. Вон, посмотри, как несёт дождь. Сирена. Уже прям этот ливень так заливал. Видно было, с какой силой дует ветер. Хотя дома у нас кирпичные. Деревья тоже такие все тоненькие. То есть, гнутся, в принципе, нормально. И невысокие. Вот, всё это... Как это было написано? Это торнадик сандерсторм. То есть, ураганная гроза. Вот что она двигалась на нас. Пришло оповещение, что их уже два торнадо. И мы решили не ждать самого пика. Подняли детей. Спрятались в гардеробной. Было всё. То есть, слышно было, как дул ветер. В гардеробной почти ничего не было слышно. Пока мы относили детей, было слышно. То есть, сам пик того, что прошло над нашим домом, мы не видели. Мы рады пошли искать Сёму. Показали занять комнату, где нет. Ого! Нет? Я не знаю, где Сёма. Она прячется. Короче, все спят. В общем, надо переждать моменты. Мы полчаса сидели в гардеробной. Потом пришло оповещение, что всё. Он прошёл дальше. Можете возвращаться и отдыхать. Потом мне опять позвонили. Подтвердите, что вы ознакомились, что всё уже прошло. И окей. Ну всё, слава богу, всё подменяли. Вон люди, походу, в гараже прятались. Осталась только гроза. Флаг наш не улетел. Тыква тоже на месте. Вот. Гремит. Но самое главное, что торнадо уже прошло. Дальше у нас была просто гроза. Просто дождь. Всю ночь. Спалось, кстати, хорошо. Вот. И вот, что мы увидели на утро. Утро у нас такое. Какой-то веночек откуда-то принесло. Тапочки забыли. Нам просто надо собрать. Где ведро? Ведро, походу, мы тоже забыли. Но его нету. В принципе, всё не так уж и плохо выглядит. У людей повалило, конечно, цветочные горшки. Баскетбольное кольцо. Так, в принципе, все деревья стоят. Всё в порядке. Вот так вот бывает в этих центральных штатах. Мы, по-моему, изучаем штаты и по стихийным бедствиям. Как-то у нас так получается. Вот. Ну, будем знать, что, когда делать. Вообще, это явление здесь часто в это время года. Ещё, может быть, и в конце мая. Фух. Ну, я надеюсь, всё обойдётся и всё будет нормально. И дальше. Потому что нам тут ещё минимум 4 года. Ну так, до новых встреч. Увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok